Ребята, занимайтесь дома, потому что заниматься дома тоже возможно, и не нужно искать никакие отговорки, как я делаю обычный ряд. Сейчас ждем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Что хочу сказать. Сегодня с утра я вообще не хотела заниматься, но взяла себя в руки, пересилила, и, если честно, то довольна собой. Очень довольна. Так что, если вам лень, то как-то вот возьмите волю в кулак и сделайте это, и тогда больше кайфа вы получите от этого. Самое главное поставить перед собой цель. У Паши цель это пресс. Каждое утро он подходит к зеркалу и говорит, где мой пресс? Но его нет. Тихо, а потом это по каждому куда-то присаживаешься. Он прячет свой пресс просто, знаете. Тем более сидит на бомоне, видно. А он сидит, говорит, смотрите, срянется на эту. Держит. Держит свое хозяйство. Вы тоже держите свое хозяйство при себе. С Настюхой готовимся кушать. Так, тут у нас это байжово. Ежово тут смотрим. Ну, собираемся сейчас смотреть. И что ты приготовила? Я мясо приготовила, говядина. Говядина? Да. На говядину лучше не смотреть, она что-то как-то так. А вот картошечка, да? Соус. Что за соус? Север. Фирменное название. Фирменный соус. Север. Короче, у Ежова сейчас интересные влоги. Он съездил в Чечню, Краснодар, в Абхазию. Посмотрите, у него последние видосики. Ссылочка на ежика в описании. На ежика. Наш друг. Посмотрите, его видосики. Мы тоже смотрим. Да. Что, мясо? Да. Вкусно? Вкусня. Нет? Сейчас картошку. Соус. Это вот, кстати, правильное питание. Это сегодня вот один день я решила, что нужно поесть картошки. Зеленишня. Сюда-сюда нет. А мы идем. Мы идем. А какашка? Что с ней вообще происходит? Что с тобой? Макака. Ты нездорова. Настя говорит, я не красная. Красная ведь она? Оленька. Так ты тоже красный. Холодно на улице сегодня вообще. Что-то лето было-было. Чуть-чуть и сейчас нету. Мы, короче, идем посмотреть кофты в магазин. Кофты производства Чукча и что-то еще какого-то. Типа той, в которой я вчера катался, вы видели на видео. Настя мне ее шила. Сейчас вы тоже ее... Ну, вот в шестерее кофта. Да, видите? Я вот ее одел, смотрите, кое-что сегодня. Да, вы видите. Настюха сама якобы шила. Вот, мы просто думали все, пошить что-нибудь, типа, поделать. Настюхе в костюмчик, думаем, шить, да? Спортивный. Да. Может, с вам. Она вообще большая 3XL-ка. Вот смотри, во-первых, тут вот такая штука есть. С черной фигней. Да, ее можно так одеть. В-вторых, капюшон тут еще, ну, кажется, больше. Сказать, что-то... Сказать, что-то... Сказать, что-то... Капюшон большой. Она что-то еще в капюшон начнет, что улезла в что-то. Ну, она тоже, да, без всего капюшона. Короче, посмотрели наших, как это, конкурентов. Но, правда, мы ко мне пока ничего не сделали. Зато мы сейчас понимаем, что хорошо, что плохо, да? Да, сейчас будем думать, как сделать лучше, чтобы было все качественно. И чтобы можно было запускаться. Запускаться? Запускаться. Короче, я думаю, что все должно получиться. Самое главное не унывать. Кто-то вообще носит вот такие вот, допустим, шмотки, как вот это вот сноуборная, как Настя какие-нибудь ставишь фотографии. Вот Настя вставляет сюда фотографии. Вот такое, девочки, кто-то носит? И вообще нет. Просто, может быть, мы вообще только вот у себя в башке это носим и думаем, что все хотят это. А на самом деле не так. Но на самом деле вот эта вот, которая сноуборная моя, она тупо сноуборная. То есть тут надо разделять. Но вот Насте на костюмчике, девочки, напишите обязательно в комментариях. Очень важно. Может быть вообще мы зря голову себе вморочим. Ну и что, ради чего мы сейчас собрались? Почему мы не снимали? Почему мы забросили каналы? Основной канал, в первую очередь, лайв-канал во вторую, потому что лайв-канал кое-как, но мы продолжали. Это очень трудный вопрос, и на него есть несколько причин. Вообще все люди... Что, у тебя поделочка? Ага, все. Давай. Это очень трудный вопрос. Не, если оно будет ставлено, тогда еще продолжим. Есть несколько причин. У меня уже все в голове запрограммировано. Несколько причин есть на то, почему же мы перестали снимать видео. Одна из самых важных причин это нам просто не нравилось то, что мы снимаем. Контент, который мы снимали, нам на самом деле переставал нравиться. Он привлекал все больше и больше людей, детей. Мы именно снимали, именно, получается, подавали контент по максимуму трешов, по максимуму идиотска. И только этим мы привлекали на основном канале, по крайней мере, новых зрителей. Потому что в тот момент именно такого рода видео только и набирали на Ютьюбе. В основном дети смотрели, в основном сигнали за просмотрами, чтобы за ними гнаться, приходилось снимать, ну, так сказать, трэш, чушь и так далее. Ну, не то, что нам нравится на самом деле. Да, то есть мы немножко ушли от самих себя. Хотя изначально у нас был просто позитивный какой-то контент, просто какие-то прикольщики. Но потом пошел вообще уже совсем не туда и челленджи. Некоторые на самом деле не очень, и пранки, которые я пару удалил вообще с канала. Еще одна из очень важных причин именно для меня, для меня было тяжело, в плане того, что авторы на Ютьюбе стали рекламировать полное говно. То есть начали обманывать. Почти каждый второй Ютьюбер продавал свое мнение вообще почистую. То есть люди превращались в животных, люди превращались в нелюдей, и Ютьюб стал телевидением, по сути, потому что телевидение, это было дерьмо, которое, ну, прям неприятно было пережевывать, там, за исключением единичных случаев. То есть Ютьюб превращался в это же. Хотя изначально Ютьюб был сообществом авторов, авторов, которые создавали, которые творили. Но потом на Ютьюб пришли рекламодатели, пришли большие, дорогие рекламодатели, наподобие вот этих же казино, говнопирамид. Начался период на Ютьюбе, в котором каждый хотел рвать какую-то часть пирога. Мы этим не занимались, как вы знаете, и у нас не было ни одной рекламы, никакой параши, никакой. В общем, это все вокруг, вот эта вся обстановка, то, что Ютьюб превращался в дерьмо, оно в целом сказалось на нашем контенте. Мы уходили тоже все больше в трэш, и в итоге мы сами себя сломали этим. Да. И настала депрессия, и мы не хотели ничего снимать, мы хотели что-то поменять, думали, что нужно поменять. Полгода я вообще сидел просто, вот, мне не даст соврать ни Насте, ни мои друзья, которые близки мне. Я реально сидел, бошки все ломал, что делать, и как из этого выбираться, как не потерять свидетельский интерес. На самом деле, это тупо наша слабость, то есть я начал смотреть на всех вокруг, зачем ты, зачем я это делаю, я сейчас вообще не понимаю, то есть зачем я... Ой. Мы насмотрелись на ту жизнь, которую мы хотим сейчас, но пока себе ее не можем позволить, и поэтому у нас началась такая депрессия, что, блин, мы уже хотим вот это снимать, но еще не достигли этого. Но сейчас-то мы понимаем, что нам нужно к этому стремиться и идти к этому, а не просто хотеть этого. Да. И... Сами, короче, слабенькие напередок описали. Да, мы просто ленивые. И живые, понючие люди. Короче, мы себя не любим за это, за все, что происходило в последние полгода. Мы извиняемся перед вами, мы искренне понимаем, что мы очень глупые ребята. Вот. Но все совершают ошибки, главное, что мы не совершили ошибки, которые делают вот эти вот нелюди, которые сейчас на Ютюбе вокруг нас, очень неприятная херня происходит. Продолжать с новыми силами. Вместе с вами нам нужна сейчас ваша поддержка максимальная. Очень нужна. Если вы поможете нам, если вы поддержите нас в этом, мы будем теми же самыми живыми людьми, людьми, хорошими ребятами вашей Насте, только мы будем стараться идти на новый уровень. Вот. Если вы с нами, то напишите этот комментарий, поставьте нам лайк. Мы, как сказали, мы сейчас поставили 10 целей. Какие будут цели чуть позже, вы уже узнаете вместе с нами. Просто будете узнавать. Во время просмотра нашего контента. Поддерживайте, пишите, советуйте что-то. Посмотрим, что будет дальше. Следите, верьте. Мы вас любим. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...